Пасхальный праздник. Так называется выставка-ярмарка, которая проходит в выставочном комплексе Лен-Экспо в Санкт-Петербурге. И посвящена она в этом году тысячелетию русского монашества на Афоне. Выставка открыта по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофии и продлится до 15 мая. На православной ярмарке побывала Анастасия Лобода. Более 250 церковных и светских организаций принимают участие в выставке-ярмарке. Семь стран объединил этот пасхальный праздник. Здесь представлены монастыри и хозяйства из России, Украины, Грузии, Молдовы, Белоруссии и Черногории. Красивые легенды поделились с нами представители Черногорского женского монастыря в честь преподобного Сергия Радонежского. Согласно легенде, в Черногории на вершине горы покаяния, Румия, то есть гора христианка в переводе с византийского, это же все древние Византия, Балканы, стоял храм, который был взят за грехи людей на небо. Еще в шестом веке. И с тех пор люди не поднимают на эту гору камушки покаяния. У нас представлены авторские иконы, иконописцы, церковного художника Юрия Лунга. Мастерские у нас находятся в Санкт-Петербурге, в Москве. Сам иконописец в Кашиневе, Молдаве. Также здесь, на ярмарке, посетителей ожидает насыщенная культурная программа. Кроме фотовыставки «Святая гора Афон», на которой представлены исторические виды Святого острова, в рамках ярмарки проходят встречи со священниками, писателями, художниками и педагогами. Кроме этого и выступления студентов Санкт-Петербургского государственного института культуры украшают ярмарку. Очень здорово, очень понравилась продукция, и то, что одновременно очень много людей с разных монастырей, можно пообщаться вот так вживую, заказать там и молебны, и любую информацию, задать вопросы. Выставка называется «Пасхальный праздник». На праздник принято дарить подарки, и мы хотели бы нашим дорогим петербуржцам сделать приятный сюрприз. Сейчас будет на выставке разыгрываться бесплатное путешествие на двоих, по Ладоге. Каждый пришедший на выставку может заполнить анкету, купив кассовый билет, и в воскресенье будет розыгрыш. Выставка-ярмарка открыта ежедневно с 11 до 19 часов, и в последний день работы 15 мая с 11 до 18 часов. Приглашаются все желающие.